Ну а сейчас с удовольствием представляем вам нашего сегодняшнего гостя, одного из героев поединков в Красноярске, Альберта Шарипова. Кстати говоря, Альберт, ты стал поводом сразу нескольких информационных поводов, ну и сегодня во многом, в общем, вокруг них и будет строиться наша речь. Ну а для начала давай нашим болельщикам расскажем, как проходило становление, все-таки твоя карьера футбольная, она еще в самом становлении. Вот твоя футбольная карьера, родом ты из Уфы, но футбол начинал заниматься, насколько я знаю, в Красноярске. Ой, в Самаре, да, Красноярске. Всем здрасте, ну я сам родился в Уфе, да, но как бы всю жизнь проживал в Самаре, начинал заниматься там в детской школе, до 10 лет занимался в Заре Самарской. Потом меня пригласили после турнира в Москве в Тольятинскую академию, там я провел 10 лет и в 20 лет я перешел во футбольный клуб Тюмень. Там я провел полгода, там команда не выполнила задачу выйти в ФНЛ, и я оттуда перешел в Воронежский факел. Там я провел целый сезон и после Воронежа оказался в футбольном клубе Томи. Как отреагировал на приглашение из Томска? Все-таки команда вылетела из премьер-лиги, но тем не менее, все равно она, в общем, на уровне ФНЛ была среди фаворитов. Я воспринялся с радостью, я много слышал в принципе о этой команде и смотрел матч в премьер-лиге, но и стиль игры, я думаю, мне подходит. Поэтому особо не задумывался, когда поступило предложение, почти сразу сказал «да». Давай вернемся теперь в Красноярск, тем более, наверное, туда мысленно вернулся приятно, достаточно, учитывая, как мы там сыграли. Впечатление твое, которое на тебя произвел вот этот дворец, вот эти условия, у которых пришлось играть? Не, ну я считаю, лучше играть в манежи, когда на улице там минус 5 или 10. Манеж вообще потрясающий, там и условия, и раздевалки, и поляна, я считаю, неплохого качества. Ну и приятнее играть в теплее, чем мерзнуть и бегать, там все просто сжать. Те технические накладочки, которые случились там накануне игры, после тренировки, вот еще технические работы, которые там проводились, отсутствие горячей воды, я надеюсь, никак не помешали команде подготовиться нормально к игре? Да не, никак, мы в принципе все понимаем, манеж только строился, и что там нет горячей воды, ничего страшного. Мы спокойно поехали в гостиницу, там помылись, так что ничего такого не было, об этом даже не вспоминали. Счет 3-0 достаточно красноречивый, в общем, многим может показаться, что игра далась нашей команде достаточно легко, и в общем, в отзывах болельщиков и в гостевой книге, и тех, кто видел это по телевизору или наблюдал на трибунах этого замечательного дворца, тоже я такие мнения считаю как бы доминирующим. Но мнения футболистов и болельщиков, они могут отличаться. Что ты скажешь, насколько легко или наоборот непросто далась эта победа? Ну я бы не сказал, что легко, как бы первые минут 5-10 была суета, такая борьба больше, но мы немножко не вошли в игру, привыкали к условиям, ну а потом, в принципе, взяли мяч под контроль, получилось забили гол, как бы немножко Енисей там приостановился, и забили вторую в раздевалку, а потом уже как бы было легче, в принципе, ну, разница в два мяча, мы не должны как бы ее, ну, чтобы соперник отыгрывался, в принципе, довели дело до конца и выиграли, я считаю уверенно. Вернемся к тем самым информационным поводам, источникам, которых ты стал, и о которых мы говорили в начале нашего разговора, ты забил свой первый гол в составе Томи, первый гол на уровне ФНЛ, мы тебя искренне поздравляем, дай бог тебе их как можно больше, на самом высоком уровне, своими вот ощущениями, насколько, как бы, что человек переживает, о чем думает, забивая первый гол. Был очень рад, когда забил, считай, первый гол за команду, и вообще ФНЛ, ну, в принципе, эмоции были, так, как бы, гора с плеч свалилась, в принципе, но сейчас, думаю, будет проще в этом плане. Кстати говоря, если бы немножечко Фортуна, что называется, улыбнулась тебе и нашей команде, мог бы и дубль оформить? Ну да, там, это, пацаны подкалывали, что вроде за минуту забил два гола, я верю, ну да, там, мяч немножко пересек линию, как бы, был аут, а так, ничего, рад был, что забил гол. Если честно, вот этот видеоповтор с тем голом, который засчитали, сколько раз просматривал после игры? Честно, немного, только вот в обзоре на сайте, может, раз в два-три посмотрел, там, не сказать, что там обычный гол, там, ничего такого красивого не было. Ну, партнеры помогли. Ну, конечно, там, Пашка голос шубкатил, там, наверное, сложнее было не забить, чем забить. Арберт, еще один информационный повод, тебя недавно пригласили в сборную ФНЛ, которая сразится со сборной серии Б, скоро после последнего матча в этом году официально вот ты отправляешься в составе этой команды вместе с нашим голкипером Арбеми Жиевым в Италию. Насколько для тебя это стало неожиданным, насколько это был приятным сюрпризом, учитывая, что тебя вызывали уже и в молодежную сборную? И как ты к этому матчу относишься? Это все-таки какая-то увеселительная футбольная такая вот тусовка, мероприятие или возможность лишний раз себя показать и как-то зарекомендовать? Нет, думаю, это еще раз возможность себя показать, ну вот, и во-вторых, еще, я как знаю, ну, сборная ФНЛ еще ни разу не обыгрывала серию Б, так что надо менять традиции, сколько уже, 4 года играем, мы ни разу не выиграли, надо выигрывать, ну и поднимать престиж ФНЛ, чтобы мы не слабее там серии Б. Опять же, сегодня еще, еще один информационный повод, ты родом из Самары, ну не родом, родом ты из Уфы, но тем не менее, Самара для тебя город, в общем, родной, там ты начинал карьеру, там живут твои родные, ну вот как ты готовишься эмоционально вот именно к этому поединку? Ну, в принципе, как и ко всем остальным матчам, ничего такого, ну, если не накручу, опять же, очередной тур, как бы, ну, не накручусь, обычная игра, такая же, как и все остальные. А, кстати, у тебя были когда-то варианты, вот, все-таки, оказаться в команде своего, одного из родных городов? Ну да, ну, было, как бы, там, сколько мне было, наверное, лет 17, и был вариант перейти в Крыльцоветов, но я, в принципе, понимал, что тогда команда играла в премьер-лиге, и я бы играл за дубль, а на тот момент, как бы, я играл во второй лиге, в Академии, и я посчитал, что не было смысла переходить, и продлил контракт с Академией. Наверное, не просто в этом поединке будет твоему папе Динару Шарипову, известному прошлому игроку Самарского клуба, который ныне работает в центре подготовки Крыльцоветов, но я надеюсь, все-таки, в этом матче он будет болеть за Томи. Я думаю, будет болеть за Томи, да. С ними обсуждали уже вот эту будущую игру? Ну, разговаривали по телефону, ну, как бы, так, советов не давал, просто сказал, готовься, и все. Твой дебют в составе Томи как раз, насколько я помню, оказался в Самаре против Крыльцоветов, наверняка видел, слышал что-то об этой команде и впоследствии, что скажешь о будущем сопернике, учитывая, что вот там-то у нас в Самаре не все получилось. Нет, команда хорошая, организованная, там, быстрая атакующая линия, в принципе, и в обороне играет надежно. Не дают много времени думать, играют плотно, я думаю, будет очень сложно с ними. Альберт, на сколько действует твой контракт с Томи? На три года. Тем не менее, уже появились слухи, ну, скажем так, в футбольном мире о том, что на тебя обратили внимание скауты, специалисты, которые представляют интересы клубов РФПЛ. Ты к игре в Томске, игре за Томи, относишься как к какому-то трамплину для того, чтобы себя проявить и, ну, вот, возможностью воспользоваться, ну, скажем так, и перейти в более благополучный финансовый, в смысле, там, в каких-то других смыслах клуб? Или все-таки в ближайшее время ты рассчитываешь играть за ножками? Не, ну, безусловно, там, я человек амбициозный, там есть стремление попасть в клуб РФПЛ, там, ну, лидирующий. Ну, для этого сначала надо как бы закрепиться в Томи и постараться там выйти в премьер-лигу тоже и там еще себя показать. Ну, вот, как бы, играю, как бы, а там как получится. Альберт, ты уже успел, твоя игра уже успела повлюбиться томским болельщикам, ты, наверное, как-то почувствовал вот это отношение со стороны трибун на стадионе Трут к своей игре? Не, ну, трибуны тут молодцы, в принципе, всегда обстановка благоприятная, играешь, всегда подбадривают, там, даже мяч принимаешь, сразу судья он гудит, там, гонит вперед, и это, конечно, помогает. Ну, и да, в принципе, и болельщики хорошо относятся, там, нет такого, что нас освистывали, там, ну, один раз тут было с Аренбургом, ну, как бы, это сами заслужили. Ну, а так, мне все нравится, и болельщики, и обстановка на стадионе, все очень нравится. Мы желаем тебе как можно ярче себя проявить в составе нашей команды, как можно больше принести ей пользу, ну, и, конечно, учитывая, что твоя профессиональная футбольная карьера в самом начале, мы желаем, чтобы она у тебя была как можно более долгой и, естественно, как можно более звездной. Спасибо. Спасибо. Сегодня в гостях у нас был полузащитник Томир Альберт Шарипов, за что ему огромное спасибо.